Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин. И я Борис Марсенкевич. Всем добрый день. Борис Иоанидович, Америка нашла управу на ОПЕК. Плюс цена рухнет, а нефти станет больше. Шеврон нарастит добычу нефти в Пермском бассейне в этом году на 500 тысяч баррелей в сутки и до миллиона в следующем. Сможет ли такой резкий скачок победить ОПЕК Плюс и как это повлияет на рынок? Сможет технически или нет, достаточно большой вопрос. Лично у меня вызывает здоровый скепсис, потому что те проблемы, которые у нефтяного сектора Соединённых Штатов на день сегодняшний есть, они никуда не делись. Это и выросшие по сравнению с их обычным уровнем ставки в ФРС, подорожавшие кредиты, это и проблемы с кадрами в отрасли, поскольку отрасль, как объясняют американские СМИ, вообще никому не нужна, впереди зелёный переход, безоблачное будущее за счёт возобновляемых источников ресурсов и так далее. Насколько перспективно работать там, где с каждым годом объём добычи должен снижаться, перспективы для постоянного места работы тоже выглядят хмуро, люди просто не идут, тем более, что и повысить уровень зарплат в соответствии с выросшими в Соединённых Штатах ценами у нефтяников получается далеко не всегда. Кроме того, если смотреть итоги прошлого года, то значительно снизилось количество буровых установок, растущий объём, мне кажется, во многом связан с неоконченным бурением, с законсервированными так называемыми горизонтальными скважинами, то есть, когда идёт горизонтальное бурение, нефть начинает поступать только после гидроразрыва пласта, вот если скважина не трогать, не закачивать в них соответствующие смеси, то это про запас держится, то есть, у вас имеется в распоряжение буровая установка, давайте поэксплуатируем, давайте сделаем себе вот такой запас, когда на действующих скважинах будет снижаться объём добычи, мы законсервированно и запустим вход. Сколько таких условных нефтяных консервов осталось в распоряжении шеврума, сказать сложно, об этом данных нигде, разумеется, не публикуется, потому что это такое личное дело каждой компании, это первое соображение, а второе соображение достаточно очевидное, далеко не первые случаи, когда интересы ОПЕК и интересы нефтяников США находятся в противофазе, так скажем, ОПЕК, из 17-го года ОПЕК+, заинтересованы в стабильности цен на мировом рынке нефти, не жёсткая привязка к какой-то цифре, диапазон цен, который позволяет не напугать потребителя, если баррель будет стоить больше 150 долларов, так его и покупать никто не будет. Другая крайность, слишком низкая цена, это невозможность вкладывать в разведку, в разработку новых месторождений, тоже проблема, то есть нужна золотая середина. Для того, чтобы поднять уровень стоимости, у ОПЕК, у ОПЕК+, действующий инструмент, снизить объёмы добычи с тем, чтобы немножко поднять уровень цены. Уже трижды Соединённые Штаты вмешивались, разумеется, не как государство, а как добывающая компания, если ОПЕК+, снизил объём добычи, значит, появились какие-то ниши на рынке, давайте мы со своей стороны объём добычи увеличим и этот сегмент займём. Это уже трижды приводило к падению цены, причём падение было настолько глубоким, что добыча методом гидроразрыва пласта становилась просто нерентабельной. Напомню, что последний вот такой жёсткий кризис произошёл в 2020 году, связано это было, конечно, с ограничениями в связи с пандемией, но это был тот случай, когда нефтяники США не стали повторять тот же приём, ОПЕК+, снизил объём добычи, мы его увеличим, мы молодцы, мы всех победили. Нет, они уже научены горьким опытом, что если вот такой манёвр производить, то цена падает ещё ниже и приходится останавливать вообще всё. Поверить в то, что конкретно Шеврон об этих горьких уроках забыл и примет решение ещё раз поиграть вот в такую игру, мне кажется, что, так скажем, нефтяники Соединённых Штатов, это не политики Соединённых Штатов, нефтяники с головой дружат, чем принципиально отличаются от своего политического эстеблишмента. Так что, вот, две причины я озвучил, но и вторая достаточно очевидная. Даже если верить сообщениям вот этих Financial Times и прочим представителям Всемирного информационного агентства, один Блумберг сказал, 500 тысяч баррелей в сутки в наступившем 2024 году. Напомню, что сейчас эксперты оценивают объём мирового рынка нефти в 102 миллиона баррелей. И вот появится дополнительное 500 тысяч. И почему это должно привести к падению цены? И вот этот бравый заголовок, что Соединённые Штаты тем самым победят ОПЕК+, в чём же выигрыш? Вы будете добывать нефть, которую сможете реализовать по более низкой цене. Это точно выигрыш? Так что авторам кликбейтных заголовков, лихих текстов о том, что кто-то кого-то побеждает, стремительным домкратом поднимаются объёмы добычи нефти для чего? Для того, чтобы снизить объёмы прибыли. Если это точно называется победа, тогда я многого в этой жизни не понимаю. Они же успешно преодолевали нехватку нефти путём растраты государственного запаса нефти. Кстати, напомните, какими в циферках интервенциями они тогда занимались, и как бурно среагировал рынок своим громадным падением. Сейчас чаще всего вспоминают подвиги 1922 года, когда было распродано 180 миллионов баррелей по миллиону баррелей в сутки. Таким было решение администрации Джо Байдена. Это было целиком и полностью реализовано. Но в 1921 году в таком же режиме по миллиону баррелей в сутки стартовали с 50 миллионов баррелей. И здесь, как в старом анекдоте про колхозников и колорадского жука с картошкой, мы продали 50 миллионов баррелей нефти из своего государственного резервного фонда, рынок этого не заметил. Давайте продадим ещё 100, пусть этот рынок подавится. Рынок не подавился, рынок спокойно всё съел. И сейчас у нас приблизительно раз в квартал появляется сообщение о том, что правительство США принимает решение о пополнении государственного резерва. И каждый раз очень серьёзные цифры. То 3 миллиона баррелей им удаётся покупать, то бывало, что даже 3,5. Очевидно, что результат манёвров Джо Байдена, если и привёл к снижению стоимости галлона бензина на автозаправках Соединённых Штатов, то эффект был коротким. Результат – объём запасов в государственном резерве находится на минимумах, и если пополнять в таком темпе, как сейчас, то восстановится он приблизительно никогда. Так что вот здесь свобода манёвра закончилась. Я напомню, после того, как Соединённые Штаты и их большая шестёрка, группа G7, приняли решение о введении эмбарго на поставки российской нефти, о введении снового потолка в 2022 году в июне в пятом пакете антироссийских санкций сообщения о том, что с 5 декабря 2022 года прекращаются морские поставки нефти в Европу, но с 5 февраля 2023 года, кстати, годовщина недавно была, прекращаются поставки нефтепродуктов. Сразу после этого начались многочисленные выезжи американских и европейских эмиссаров в страны ОПЕК, прежде всего в Саудовскую Аравию, с предложением, что раз Россия сейчас из-за эмбарго, из-за ценового потолка уйдёт, давайте вы увеличите объём добычи и отъедите у России её сегмент-рынг. Ответ отрицательный, не заинтересовала никого вот такая возможность нанести вред ОПЕК+, ни в одной арабской стране. После этого последовали переговоры Джо Байдена с американскими нефтедобывающими компаниями, то, что было ультимативное требование увеличить объём добычи. Дальше, я так понимаю, американские нефтяники задавали сакраментальный вопрос. А для чего, Джо? Для того, чтобы цены на наших заправках стали ниже. То есть, чтобы мы, американские нефтяники, зарабатывали меньше денег. Дверь на выход вот здесь. И вот последнее, что оставалось, последний аргумент американского президента начать расторговывать государственные резервы. А всё-таки нефть может ли значительно упасть? Потому, что имеются негативные прогнозы на спрос нефти, в том числе в Европе, и они будут значительными. Может ли это оказать воздействие? То, что происходит сейчас, может привести к дефрагментации мирового рынка нефти. Причина известна. Европа сама себе запретила покупать нефть, доставляемую морским транспортом из России. Действует южная ветка магистрального нефтепровода «Дружба». Но для ограниченного количества стран, для Словакии, Чехии и Венгрии, есть ещё Болгария, которая занимается добиванием завода компании «Лукойл». Что происходит сейчас? Сейчас Красное море стало непроходимо для нефти, идущей на танкерах, каким-то образом связанных с Израилем. Поскольку на иврите хуси-то читают плохо, они на всякий случай не пропускают любые суда, где присутствует слога «Евр». Европа, евреи, как-то всё это очень похоже. Два эффекта мы уже видим. Катарские танкеры-газовозы, поставки СПГ из Катара занимают до 20% импорта СПГ в Европейский союз, в Европу идти просто перестали. Причина – риски нарваться на большие проблемы, хорошо видимые невооружённым глазом в Красном море, где-нибудь возле берегов Йемена, и то, что стоимость на европейском хабе ТТФ не растёт. Для того, чтобы доставить СПГ в Европу, теперь катарским танкерам и газовозам придётся увеличивать маршрут, обходить Африку, вспоминать ВАСКО-ДАГАМУ, тратить на 10-20 дней больше на доставку, цена не выросла. Для чего поставлять, если прибыль снизилась, а это поставки были спутовые, их, может быть, с меньшей прибылью, но зато и со значительно меньшими транспортными расходами можно спокойно продавать в Юго-Восточной Азии. То же самое происходит с нефтяными танкерами. Дорога в Юго-Восточную Азию и в Индию свободна. Если ситуация в Красном море не изменится, то нефтедобывающим странам, в том числе и странам ОПЕК, выгоднее безо всякого риска наращивать объёмы поставок в Юго-Восточную Азию. В Европу поставлять ничего не хочется, потому что проблема. Мы это уже видим. Снизилась загрузка советского канала чуть ли не в два раза. нефтяники, нефтепереработчики Европы не спешат начинать наращивать объёмы переработки, потому что сейчас, после введения эмбарго, результат известен. Россия резко увеличила объёмы поставок в Индию, нефть Юрлс, где она переработывается на индийских нефтеперерабатывающих заводах и в виде готовых нефтепродуктов доставляется в Европу. Мы не покупаем напрямую, мы согласны заплатить всем перекупщикам, потому что мы молодцы. Мы боремся, сражаемся с тоталитарной нефтью. А тоталитарная нефть, переработанная в Индии, становится абсолютно свободным от тоталитаризма дизельным топливом. Индийские поставщики тоже не рискуют идти через Красное море мимо Йемена, а маршировать вокруг Африки, пока цена не вырастет, тоже никакого желания нет. И может возникнуть достаточно странная ситуация, когда в Европе цены вырастут, ввиду физической нехватки топлива, ввиду физической нехватки нефти, в то время как в Юго-Восточной Азии цены пойдут вниз, потому что увеличатся предложения со стороны стран Брежнего Востока, Россия тоже вряд ли уйдет. То есть, могут возникнуть два вот таких отдельных рынка, на котором одна цена будет, на одном из которых цена будет выше, чем то, что мы видим сейчас, а у других ниже, чем то, что мы видим сейчас. В том случае, если конфликт вокруг израильско-палестинского вопроса не стихнет, в том случае, если не удастся договориться с хуситами об ослаблении режима обстрелов всех судов, которые им не нравятся. И мы, к тому же, еще не знаем, как там поживают сомалийские пираты, они долгое время сидели без работы, сейчас вдоль Сомали, грузопоток увеличился, не исключено, что кто-нибудь решил вспомнить старые добрые традиции. Борис Анидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика.Инфо в Дзене, в Телеграме. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали в условиях лишения монетизации на Ютубе. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте, что мы ждем ваши комментарии, замещания, пожелания. Пишите, мы внимательно читаем. Может быть, мы сможем подбирать те темы, которые будут более актуальными, более интересными. Всем спасибо, всем всего доброго.